Сегодня воскресенье, 22 ноября. В Москве 22 часа 6 минут, и мы начинаем прямую трансляцию внеочередной игры «Что, где, когда». Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. В программе «Что, где, когда» исполнилось в этом году 45 лет, и по инициативе Первого канала, и при поддержке наших спонсоров, появилась на свет эта внеплановая игра юбилейного сезона. Своеобразная увертюра зимней серии. 45-летие игры выпало, ну, скажем так, мягко, на странный год. Из-за карантина и различных мер безопасности кто-то не может приехать, кто-то не может прийти в зал, а те, кто приходит, вынуждены постоянно проходить тестирование. Да, господин Галиагверов? Все так, господин. Проходили? Да. И кто-то из тех, кто смог сегодня прийти, будет сегодня играть. Кто именно? Пока даже я не знаю до конца. В такой игре, необычной, мне бы лично хотелось увидеть за столом самого опытного из действующих игроков клуба, стаж которого уже превысил 40 лет, обладателя «Хрустальной совы». Неужели не догадались, кто магистра игры Виктора Сидниева? Виктор, прошу вас за стол. За капитанское, конечно. Конечно, куда вы? Виктор, сейчас мы с вами вместе соберем команду старшего поколения. Из тех, кто за 45 лет сыграл больше 45 игр, либо, если вы захотите, можете выбрать кого-то из знатоков, с которыми вы начинали играть в клубе «Что, где, когда». Сегодня у нас и Валентина Голубева, Виктор Зарецкий, Оксана Петрунько и Борис Еремин. То есть, можете из этой, из тех, кто сейчас играет и сыграл 45 игр, я думаю, что вы таких знаете, либо из этих. Прошу, первого человека называйте. Александр Друйс. Александр Друйс. Второй магистр за столом. Господин Сиднинг, давайте так, еще раз вы, а потом по очереди. Оксана Петрунько. Господин Друйс, вас никто не спрашивает, отвечает Виктор Сиднинг. Оксана, я очень рад вас видеть. Садитесь за стол, прошу вас. Господин Сиднинг, на мой личный взгляд, в такой сборной должен быть, все-таки, представитель команды лидера последних лет, команды Балаша Косумова. У Елизаветы Авдеенко, сейчас нам и покажут, к сожалению, пока только 42 игры она не проходит. А вот Дмитрий Авдеенко, вполне, Дмитрий, прошу вас за стол. Вика, у вас остался еще один, нет, Дмитрий, останьтесь там, останьтесь там, останьтесь. Тамочка, а или там Оксана, нет. Не бегу, конечно, вам удобно здесь, Елизавета рядом. Вика. Да. Итак, остался один игрок у вас, один у меня. Так, но тогда я очень хотел пригласить Виктора Зарецкого. Виктор Зарецкий, прошу вас за стол. Господин Сиднинг, ваш выбор, вам отвечать за результат. А шестым игроком команды я попрошу быть того, кто провел в нашем зале более 70 игр, а за столом не сидел ни разу. Это защитник интересов знатоков Андрей Черемисинов. Прошу вас за стол. Итак, играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Господин Черемисинов, правда, по-прежнему защищает наши интересы. Противостоять сегодня вам будут Александрина Сороковых из МИАСа, Сергей Смоленюк из Кастаная, Александр Акулов из Ставрополя и Ольга Соснина из деревни Крутая, Александр Симонов из Кирова и Людмила Гизакулина из деревни Плеханы, Василий Станчук-Медный, Сергей Курейков, Киев, Игорь Петрахов, Омст и Наталья Демидова из Екатеринбурга. Также вам сегодня могут выпасть Блиц, Супер Блиц и 13-й сектор. Но этот раунд сегодня может быть сыгран только после музыкальной паузы. Екатеринбург, господин Ильич. Екатеринбург. Против вас играет инженер Наталья Демидова из Екатеринбурга. Внимание, вопрос. С чего именно Илья Репин начал свою работу 7 мая 1901 года? Это госсовет? Нет? Госсовет, хорошо. А с чего? Нет, ну вот это вот большой, большой госсовет, где масса-масса портретов. Да. Может быть с фотографией? Нет? Просто оставить список. Может быть с портретами императора? Список присутствующего. А что за дата, 1901 год? 1901 год это столетие Государственного Совета. Ну так поэтому, я бы сказал, что с фотографией, потому что там очень много. Фотографии было? Так, еще версии. Ну правда, сто лет тогда... Нет, ну так о чем. После есть четкая дата. Итак, кто будет отвечать? Александр Друзь будет отвечать. Александр Друзь, прошу вас. Ну хотя идея появилась у Виктора, значит мы полагаем, что 7 мая 1901 года было торжественное заседание Государственного Совета, посвященное столетию его возникновения. И соответственно, прежде чем приступить к картине, которую он собирался написать, была сделана фотография всех присутствующих в зале заседания. Одна фотография всех присутствующих. То есть такое... Общее расположение в зале. То есть фотография, как эти люди сидели во время этого заседания. А теперь, внимание, правильный ответ. Конечно, вы правильно догадались, господин Сиднев, что речь идет о знаменитой картине Репина торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года. Вот она, перед вами, посмотрите. Картина масштабная и по своим размерам, и по числу действующих лиц. 81 человек. Поэтому свою работу Репин начал... Посмотрите на экран. Сделав снимки на фотоаппарат. Это один из них. Это, господин Друзь, был не один снимок, а несколько композиционных снимков, чтобы потом было проще писать всю картину. 1-0 в пользу знатоков. Интересы телезрителей сегодня защищает вице-президент Банка ВТП Дмитрий Бриттенбихер. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, господин ведущий. Вот у нас получилась такая внеплановая игра. Это вас застало врасплох? Ну, вы знаете, я думал, как и все, что серия начнется 29-го. Но я рад тому, что такая внеплановая игра сегодня есть. И Банк ВТБ принял решение, что за каждое очко телезрители будут получать по 100 тысяч рублей. А призовой фонд игры 600 тысяч, так что хватит на всех. А лучший вопрос сегодня определять не будем. Главное, конечно, чтобы победили телезрители. Сегодня болеем за команды. Естественно. Второй раунд. Господин Черемисин, а интересы знатоков вы будете защищать, сидя за столом, или может поручить кому-то? Вот, например, господину Козлову. Он прекрасный адвокат. Он, можно сказать, прирожденный. Я готов. Пожалуйста, я не против. Спасибо. А господину Черемисину кто-нибудь покажите, пожалуйста. Андрей, вы какой-то растерянный. Как прошел первый раунд? Я старался делать максимально от меня зависимое. Не участвовал в обсуждении. Я волнуюсь, конечно, господин ведущий. Но вы приходите в себя. Не так все страшно. Хорошо. Плеханы. Против вас играет воспитатель Людмила Гизатулина. Деревня Плеханы, Владимирская область. Госпожа Петрунько. Да. Оксана, скажите, какой у вас любимый цвет? Оранжевый. Оранжевый. Вам красный, вам синий, вам золотой, а вам голубой. Результаты этого распределения можно увидеть и сегодня. Внимание, вопрос. Что распределяла городская комиссия Петрограда в 1919 году? Такое ощущение, что что-нибудь продукты, как в голодное время. Билеты или таблички в таблички. Разные виды войск. 1912. Цвета, скажите еще. Красный, синий, золотой, голубой. Петроград, 19-й год. Распределяли. А месяц неизвестен, да? Нет. Ну что, это цвета, формы, может быть. Форма, вот я думаю, какие-то, например, разные виды войск, погоны. А погоны цвета, наверное, было бы не было. Вот эти вот, как они, эмбленки на куражках, например, какие-то. Вам, синий, вам. Четыре категории. Вам, вот почему вам. Слово вам, кто вы. Я так понимаю, что до сих пор сохранилось. Ребята, огневые, трамвайные. В Петере у трамваев, красный, синий, у трамваев были... Вам, синий. То есть это по маршрутам, что ли? А, это маршруты, да. То есть маршруты обозначали цветом, а не названием. Потому что переименовывали улицы, например. В Питере фонарей на трамвае были разноцветные. Хорошо. Ну то есть это маршруты. Итак, отвечает... Александр Друйс. Александр Друйс. Прошу вас, Александр. Ну, тут родилось такое предположение, что Питер это один из самых трамвайных городов, то есть на самом деле самый трамвайный город России. И с давних пор в Питере трамваи обозначились цветными огнями. И мы думаем, что вот это вот распределение, ну как, Петросовет сделал по маршрутам трамваев. Такой-то маршрут красный, такой-то маршрут синий, такой-то Скажите, а сегодня тоже такие цветные маршруты? Да, до сих пор, по-моему, третий трамвай это красно-зеленый. Нет, здесь же, смотрите, результаты этого распределения можно увидеть и сегодня. И сегодня на питерских трамваях эти фонари... А вы знаете красный трамвай? Синий, голубой и золотой. Нет, еще раз, господин ведущий, не трамвай, а огни на трамваях, чтобы издаля можно было видеть, какой номер трамвая подходит. Ну, красиво, красиво. А теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, а в зале есть какие-то мысли по этому поводу у кого-нибудь? А если, госпожа Семенова, а если, например, распределяли, вот предположить, что это ткани, то тогда это что? Ну, футбольная команда какая-нибудь могла... Да нет, ну что? Флаги, я не знаю. Господин Друзь, ну вы-то это видели наверняка. Результаты работы этой комиссии сегодня можно увидеть в Санкт-Петербурге. Это цвета, посмотрите на экран. Занавесов театра. Красная Александринка, Синий БДТ, Золотой Михайловский и Голубой Мариинка. В 1919 году городская комиссия распределяла цвета, господин Друзь, театральных занавесов. Вы же были в этих театрах, Александр? Безусловно. Безусловно, ну обидно. Один-один. 100 тысяч рублей от Банка ВТБ получит Людмила Гизатулина, деревня Пликаны, Владимирская область. Третий раунд. Господин Зарецкий, я, честно говоря, опешил, когда Виктор Сиднев предложил вам сесть за стол. Вы же сколько лет не играли, мне даже трудно представить. Я последний раз в 1983 году играл. Да вы что? Нет, вы играли, конечно, два года назад телезрителям, задавали вопрос. Вы были у нас в зале. Это легче. Ну и какое у вас ощущение после 1983 года? Ну так, как будто механизмы заржавевшие, но начинают потихонечку работать. Вот сейчас смазка произошла этих механизмов, потому что не было идей вообще. 19-й год сбил с толку, потому что казалось, там разруха, там строительство, это не до театров. Киев, господин Сиднев, пока вам до конца непонятны правила этой игры, но я по мере надобности буду до вас их доносить. Хорошо. Но в любом случае главное вам правильно отвечать на вопрос. А сейчас Киев и против вас играет продюсер Сергей Гуликов. Сергей продолжает присылать свои вопросы из разных точек мира. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Сегодня я обращаюсь к вам из украинского города Кривой Рог. В одном из парков этого города находятся вот такие вот огромные цветочные часы, по-моему, самые большие в Европе. Внимание, вопрос. Какую еще, кроме своей основной функции, выполняет минутная стрелка этих часов? Поливает, наверное, слушайте. Да, кстати, да. Потому что не цветущие. Ну хорошо, ну поливая. А еще, какие еще там, говорят? Опыляет. Чего еще может? Вот она стрижет, да? Не, ну как-то стрижет, это круто. Ну хорошо, еще что... Может быть, это как солнечные часы, она еще работает. Ну я не знаю, просто предлагаю. А зачем я бы себе, когда есть настоящие? Ну, логично, да. Не, ну поливание, поливание хорошее, сколько? Давайте придумаем что-нибудь еще. Все, мы не можем еще придумать. А это была крыша, вы обратили внимание? Тень дает. Для кого-то. Зачем? Зачем? Еще. С поливанием настолько очевидно, что... Нет, ну как-то хочется что-то еще не придумывать. Хорошо. Ну мы считаем, что она осуществляет еще функцию полива этих цветов. То есть там, видимо, есть где-то шланги, и когда она движется равномерно, она еще поливает эти цветы. Абсолютно правильный ответ. 2-1 в пользу вздатоков. Виктор Сиднев, вы сегодня на два вопроса ответили собственноручно. Первый друйся. И добрый вечер, Денис. Добрый вечер, господин друйся. Видите, какие у нас игры бывают. Заинтересовал вас такой состав? Ну, прям All-Star Game, конечно. Очень красиво. Благодарю вас. Реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, сегодня за столом вы сможете увидеть игру не только опытной команды 45 игр плюс, но и команды 15 минус. Игроков, которые недавно в нашем клубе сыгравшие за столом меньше 15 игр. Поэтому я попрошу команду пока временно покинуть стол и встать рядом со своим креслом. А за стол попрошу сесть самого молодого из присутствующих в зале игроков Дениса Потехина. В кресло Александра, друзья, прошу вас, проходите. Денис провел у нас 4 игры и трижды получал «Хрустальный ад». Денис, ну, тоже мы с вами, как и с Виктором, будем выбирать. И давайте, я думаю, что вы не обойдетесь без капитана, давайте начнем с капитана. Кто это будет? Нужно, чтобы меньше 15 игр в клубе? Да, ну вот Борис Белозеров, например. А, да. Подойдет вам? Да, конечно. Борис Белозеров, прошу вас. Ну что, давайте. Денис, помочь вам с играми? Помочь? Да, пожалуйста. Ну, у нас, смотрите, есть Денис Голиакберов, Михаил Новоселов, Инна Семенова, Екатерина Мереминская, Павел Журавлев. Прошу вас, Денис. Денис Голиакберов. Денис Голиакберов, прошу вас за 100. Так, теперь я выбираю, ну, вы знаете, честно говоря, я не могу не выбрать одного из самых, на мой взгляд, ярких игроков в последних лет, Инну Семенову. Инна, прошу вас за стол. Денис, теперь вы. Денис, ну, а вы смотрите, я вам всех перечислял. Павел Журавлев. Павел Журавлев, вы решили взять игрока из своей команды. Прошу, Павел, проходите. Господин Потехин, а напоследок я бы хотел просто обезглавить ваших главных соперников и пригласить за стол защитника интересов телезрителей Дмитрия Бриттенбихера. Прошу вас, Дмитрий, четвертый раунд. Господин Бриттенбихер, честно говоря, не думаю, что вы согласитесь, но на кого же вы оставите телезрителей? На мой взгляд, прирожденный защитник телезрителей это Равшан Аскет. Вы не возражаете, если он потежурит, пока вы за столом? Я не то, что не возражаю, я категорически поддерживаю. Равшан, проходите на место. Дмитрий, мы теперь с вами заодно. Господин Белозеров, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Вспоминайте, как это играть за столом. О, спасибо, что шансы даете, очень соскучился. Против вас играет врач-хирург Василий Станчук, деревня Медно, Брестская область. Посмотрите на экран. Перед вами план, на котором показано, как раньше выглядело это место. Внимание, вопрос. А что сейчас происходит в том месте, которое выделено на этом плане красным цветом? Ну, это нескучный сад, мы играем. Мы здесь играем, да. Потому что там река очень похожа на речку. А где река? Ну, вот здесь. А, в смысле, это планус, короче, планус садьба нескучная, да? Ну, похоже, а красный, как окружающий. А еще что-то, понятно. Перестраивали, может быть. Типа, вот как Марсалей на красном площади. Что сейчас происходит? Смотрите. Но происходит. Что сейчас? Хорошо. Смотрите, ну, это похоже на план дворца или усадьбы. Это действительно так. Что еще известно? Что-то регулярное, где в фестивалях. В фестивальке, ворота. Игры, не знаю. Стадионки. Стадионки, полагаются. Циапарк какой-нибудь. Там вообще не происходит. Смотрите, это какая-то маленькая строителька. Это может быть колонница какой-нибудь. Или дом. Может быть, какой-то пост. Это не может быть план дома вообще. Может. Ну, нет. Это больше похоже на пруды и деревья. Что происходит? Что вообще может происходить? Не футбол люди могут играть, пьесы могут. Ставить могут, да, тоже ставят. Поле должно быть. Действия будут. Ну, действия. Ну, хорошо. Господин Дуфе, отвечает Инна Семенова. Прошу вас, Инна. Происходит на этом месте то, что все сейчас видят по телевизору. Там играют в «Что, где, когда». Мы думаем, что это нескучный сад. 3-1. Это, конечно, и нескучный сад. Все вместе. Это то, где теперь нескучный сад. А место с местом все правильно. Пятый раунд. Госпожа Семенова, вас можно назвать завсегдатаем особых игр. Уже в третьей игре подряд вы принимаете участие. И во второй раз вы оказываетесь за столом неожиданно. Вам сложно играть без предварительного настроя? Нет. Нет. Мне нормально. Инна, скажите, в составе ваших соперников есть два игрока из вашей нынешней команды, команды Виктора Сиднева. Вам особенно приятно будет их обыграть? Сегодня, мне кажется, нам просто будет приятно поиграть. Но обыграть тоже, наверное, интересно. Посмотрим на стол. Супер Блиц будет все-таки? Будет. Супер Блиц. Три вопроса по 20 секунд размышлений. На каждой играет один знаток. Кто останется за столом? Нет. Кто отвечает? Борис, надо принимать решение. Ну, господин Бритенбихер очень не хочет играть в Супер Блиц. Борис, игра серьезная. Давайте без шуточек. Кто играет? Инна Семенова. Инна Семенова. Инна, если вам удастся ответить на все три вопроса, вы станете главным претендентом на приз от компании Винлайн. Внимание, вопрос первый. Инна, причин, по которым издавна в книгах оставляли поля, несколько. Но только одну из них можно спрятать у нас за кулисами. Мария Родобольская из Москвы просит вас назвать эту причину. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Итак. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, возможно, там свеча. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А теперь, внимание, правильный ответ. Инна, скажите, а поля-то свечи чем мешают? Ну, они ей не мешают, скорее. Просто если рядом, когда читаешь, поставить свечку, воск будет капать. Пусть лучше капать на поля, чем на текст. Ну, может и на текст. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, смотрите, поля делали для заметок, да? Ну, да. Делали. И чтобы уберечь текст от пожара, тоже делали, да? При пожаре с краю. Все, покарало, да? Угу. Единственная причина, которую можно спрятать за кулисами... Мышка какая. Посмотрите, конечно. Это мышка. Вы и не покажите. Юрия. Инна, вы любите мыши? Ну, разночность. Это мышка, Инна. Мышка. Три-два. Мария Ротопольская из Москвы получит 100 тысяч рублей от банка ВДБ. И вот в дальнейшем, ответив на вопрос... Команда знатоков будет оставаться за столом, а, ответив неправильно, уступать место сопернику. Кто правильно ответит на шестой вопрос, тот и победит в игре. Да? А может быть, господин Бриттенбихер, извините, господин Аскеров, победу в этой необычной игре благодаря вам одержат телезрители. Киров. Против вас играет аспирант Александр Симонов из Кирова. Господин Бриттенбихер, в Псковской губернии был такой обычай. В определенный день одного человека наряжали стариком и сажали на стул. А потом вбегал мальчик и сталкивал старика со стула. И вслед за этим под общие крики и насмешки старика выталкивали из избы. Внимание, вопрос. А что так с дедушкой? Что символизировал этот обычай? Старый. Вот так. Давайте еще что-нибудь. Симу может быть весна. Симу может быть урожай какой-нибудь из-за деревни. Весна, конечно, симу. Какую-то болезнь или еще что-то. Тогда бы, наверное, не стали толкать дедушек. Приходит молодой сбрасывать старый. Допустим, год мог быть и хороший, не как бы. Да, например. А если это хороший символ? Ну, то есть избавиться от старого, да? Как итальянцы. Может, типа, как весна и зима. Да, весна и зима. Ну, то есть мальчик, это приходит весны? Да, зима, мальчик, весна. Любой сезон можно подобрать под... Ну, вот не совсем все-таки мальчик. Маленький весна больше. Хорошо, еще. Но год мне нравится. Если что-то обновлять, новое что-то покупать. По словам, как говорят, дом новый, печка новую. Сковская губерния, это умеренно холодно, да? Такое относительно, да. И что? Ну, тоже может быть поводить зима. Короче, зима или Новый год. Нет, мне кажется, новая одежда. Так, ну, то есть мальчик, мальчик... Так, ну, то есть мальчик, мальчик... Что будет скоро? Новый год или... Ясна. Новый год в разный. Так нас поэтому не спрашивают, какую дату, да? Нас спрашивают, ну, как бы, что вообще... Что так делать? Старый год. Итак, кто отвечает? Денис Галякберов. Прошу вас, Денис. В общем-то, с дедушкой так за то, что он символизировал старый уходящий год. А что символизировал обычай? Обычай, собственно, символизировал проводы старого года и приветствие нового. Этот обычай символизировал, ну, как-то странно, так сказали, наступление нового года. То есть, когда мальчик вытеснял, тогда наступал новый год. 4,2. 4,2. И Низ Галякберов приносит четвертое очко для своей команды. Господин Белозеров, скажите, а почему вы дважды не стали брать досрочный ответ? Вы не хотите, чтобы команда под руководством Сиднева им воспользовалась, что ли? У вас же, конечно, сегодня все общее. Ну, господин предыдущий, нет. Как-то, знаете, я однажды даже сам отвечал досрочно, и как-то вот досрочные ответы. Пока хочется, знаете, немножко поиграть, так, поразмяться, а досрочные ответы, они вот лучше попозже, если пригодится. Уважаемые телезрители, для этой игры госкорпорация «Росатом» подготовила специальный приз. А что это за приз, нам расскажет Андрей Черемисинов. Да, господин предыдущий, толку за столом от меня было немного, поэтому я решил пойти другим путем, я буду дарить подарки. Дело в том, что этот год юбилейный не только для клуба. В этом году исполняется 75 лет атомной промышленности. И по этому поводу мы выпустили специальную серию хрустальных атомов с логотипом 45. Так. А, ну, как известно, когда атомов становится много, появляется новая структура, более сложная, это молекула. Я думаю, сегодня у нас появилась такая молекула знаний. Молекула знаний. То есть это приз, уважаемые знатоки, я вам поясню. Получился такой приз из шести хрустальных атомов, такая своеобразная молекула из хрустальных атомов. Господин Черемисинов, и узнав об этом призе, я сразу понял, кто нам понадобится в музыкальной паузе. Группа Ума Турман. Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым на всех континентах для нас поющим. Каждый день мы делаем шаг вперед, приближая светлое завтра. Оно уже рядом, оно придет, как большая любовь внезапно. Эй, слышишь, ты не один, где б ты ни жил, и кто бы ты ни был. Эй, у нас все впереди, одно на всех солнце и синее небо. Эй, кто осветит путь и согреет своим теплом вновь и вновь. Эй, это атомная любовь, наша атомная любовь. Эй, это атомная любовь. Смотри, как мимо плывут облака, цепляясь руками за верхние этажи. Смотри, как грозы смывают пыль, втыкая в землю огненные ножи. Каждый день мы смотрим друг другу в глазах хмурые, веселые, робкие и отважные. Пытаясь друг другу сказать, сказать самое важное. Эй, слышишь, ты не один, где б ты ни жил, и кто бы ты ни был. Эй, у нас все впереди, одно на всех солнце и синее небо. Эй, кто осветит путь и согреет своим теплом вновь и вновь. Эй, это атомная любовь, наша атомная любовь. Эй, это атомная любовь, наша атомная любовь. Эй, это атомная любовь. Эй, это атомная любовь. Эй, слышишь, ты не один, где б ты ни жил, и кто бы ты ни был. Эй, у нас все впереди, одно на всех солнце и синее небо. Эй, кто осветит путь и согреет своим теплом вновь и вновь. Эй, это атомная любовь, наша атомная любовь. Эй, это атомная любовь. Эй, это атомная любовь. Эй, это атомная любовь. Эй, это атомная любовь. Наша атомная любовь Наша атомная любовь О, Маттор Ван, спасибо вам! 22 часа 50 минут в Москве Господин Казанский, скажите, вот вы могли предположить Что сегодня увидите за столом именно эти команды Ну, хотя бы одну Ну, как говорит мой коллега Скворцов Жизнь лучший драматург, поэтому, ну, это интересно Ну, а какой вот коэффициент вы могли бы поставить на состав, например, опытные команды Что будут играть именно эти знатоки? Что они сядут за стол? Или что они выигрывают? Ну, я думаю, что 1 к 30 Ну, конечно, почему нет? 150 Кстати, господин ведущий, а вы накануне смотрели матч Спартака и Динамо? Конечно, смотрел И там был довольно любопытный момент Потому что за Динамо забил защитник Дмитрий Скопинцев И вот один джентльмен Использовал бесплатную ставку от Винлайн Решил, что забьет защитник И таким образом Бесплатно получил 24 тысячи рублей Из виртуальной в реальной Но это что-то невероятное Молодец какой Седьмой раунд Уважаемые телезрители, через неделю стартует зимняя серия Поэтому я призываю вас присылать вопросы по электронной почте Адрес вопроссобакатогоигра.ру Либо по почте 127-427 Москва, улица Академика Королева, 12 Программа «Что, где, когда» Господин Белозеров, там 13-й сектор вернули на стол? Да, господин Идущий, все, все хорошо Вернули, да, музыкальная пауза прошла И теперь он может выпасть Ну, было бы интересно Не могу с вами согласиться А еще говорят, что там нет магнита под столом Он у меня в кармане, Андрей Уважаемые телезрители Сегодня 13-й сектор будет сыгран по новым правилам За одну минуту вам надо будет ответить на три вопроса Но вы сможете сами распределять эту минуту Капитан должен сказать, ответ готов И время остановится Но самое главное Сегодня в этом раунде Смогут участвовать в обсуждении Все присутствующие в этом зале Поэтому отодвигайтесь от прохода Чтобы капитан всех видел Ну что, ведущий против знатоков Добрый день! Безусловно! Как знаток или как защитник? Вы следите за подсказками Итак, Борис, понятно, да? Я задаю вопрос Запускаю время, да? Как только... Верните, да Все понятно А как участвовать там нам? Как организовывать Помощь между собой Бесконечная помощь Подходите поближе Как-то... Ну вот, Дмитрий Вот сюда заходите Чтобы вас видно было Подсказывать тем, кто за столом Вы можете обсуждать все Вообще все Кто хочет Садитесь смелее Такого же никогда не было Ну а почему не попробовать? Это же нового вопроса не покажет А вы... А вы не смотрите Зачем? Как это? Зачем? Я боюсь сказать Надо просто подойти Хорошо Я буду вот так сидеть Если вы такие хитрые Итак Кстати, Елизавета А вы любите редьку? Нет Нет? Напрасно Это очень хорошее Противовирусное средство Попробуйте Внимание, вопрос первый Борис, что произошло Между тем, у кого Голова похожа на редьку Хвостом вниз И те... Пока неспокойся Так Все Вопрос не был задан А вы уже не предупреждали? Я время не пустил Итак Между тем, у кого Голова похожа на редьку Хвостом вниз И тем, у кого Голова похожа на редьку Но хвостом вверх Нет, это я Ответ готов Ответ готов Ответ готов Денис Потихин Прошу, Денис Они поссорились Это были Иван Иванович И Иван Никифорович Редька вам Вы знаете, но У нас тоже бывали Такие случаи Внимание на экран Своей ведущей Была подсказка И это откровенно Я не буду молчать Ни в коем случае Равшан, вы подлец Да, возможно Что я могу сделать? Вы подлец Да не было никакой подсказки Равшан просто ревнует Что ребята играют А он не играет На чем вы говорите? Равшан, Козлов Но вы подсказывали Это видели Я больше не буду разговаривать К чему я это? Я вам предлагаю Брать пример С господина Козлова И господина Аскерова Ну вот поссорились Во время игры Чего не бывает А что сегодня? Играет в одной команде Практически дружит с семьями Поэтому вы все ваши ссоры Забывайте и дружите Я к этому показал Это просто пример А вы к чему я это? Ну если раз Знаешь, что я подлец Всегда есть Со вторым вопросом Пример или вопрос? Со вторым вопросом Борис, помните, да? Я реагирую только на Ответ готов Далай-Лама 14-й утверждает Что из-за того, что современные жители планеты Перепутали предназначение людей и вещей Наш мир объят хаосом Внимание, вопрос второй Попробуйте догадаться Для чего созданы люди А для чего вещи И повторите мысль Далай-Ламы Вещи для людей Вещи для людей Владеть, что там, любить и владеть Тратить время, тратить деньги Вещи служат людям, а вещи служат вещам Те, что делают Те, что делают Те, что делают Коллекционируют вещи А слепить тоже хорошо как-то Ну сейчас люди живут ради вещей А нужно наоборот А вещи нашим людям Не люди вещам, а вещи А вещи людям служат Можешь любить А жить А служить Нет, наоборот Наоборот Наста не создают вещи Вещи не пользуются Вещи не пользуются А вещи, а вещи Люди любить должны А вещи не пользуются Часы положите! Ответ готов! Вы мне говорите, а кому вы? С Семеновой говорите, ответ готов. А вам говорил. Он даже головы не поворачивает. Инна Семенова и отвечает. Прошу вас, Инна. Ну, вот Боря подсказал, что на самом деле нужно любить не вещи, а любить людей. А пользоваться нужно вещами, а не людьми. А сейчас, к сожалению, все наоборот. Попробуйте сформулировать как Далай-Лама, или не получится. Ну, я далеко не до Далай-Ламы, конечно. Ну, смысл такой. Люди созданы для того, чтобы их любили. Ну да. А вещи для того, чтобы ими пользовались. А сейчас все наоборот. Людей используют, а вещи любят. Ну, хорошо. Ну, тогда давайте к 45-летию. У нас все-таки, да, 45 лет. Традиции, клуб. Решающий третий вопрос. Закончите мысль французского философа Жанна Жареса. Традиция, это не поклонение пеплу, а... Не допущай, чтобы пепел... Костел-altro, пепл и не огонь. Да, поддержание огня с партой. Так у нас зачем? Еще, еще быстрее. Что надо поправлять огню? Подушить огонь, например. Пепел — это результат. Это плохой результат. То есть, не чему-то мертвому. Любование огнем. Традиция должна быть живой. Время! Ну, давайте я отвечу командную версию. Мы считаем, что это поддержание огня. Традиция это не поклонение пеплу, а поддержание огня Господин Аскеров, я сейчас скажу правильный ответ А вам придется решить, правильно ли ответили знатоки Потому что это передача огня Это передача огня Мы объясним, почему не одно и то же Потому что поддерживать огонь ты можешь для себя дальше А передача принципиально, то есть ты передаешь ее другим людям Это принципиально разный подход Потому что ты поддерживаешь огонь, остается не известно сколько времени для себя А передача, это я передаю огонь другому поколению И здесь принципиально разница Передавая огонь, ты его поддерживаешь Все, тишина Это принципиальная разница Выступает у нас только господин Аскеров А где защитник Телезнатоков? Прошу вас Как вы сегодня нам напомнили, конечно, господин Аскеров подлеец Я должен быть Но в данном случае я вынужден с ним согласиться Он прав Я в меньшей степени с вами солидарен Но хватаюсь за эту палочку, господин Бритвин Хватайтесь Дмитрий, я попрошу, если мне причитается какой-то выигрыш Призовой фонд финала года Я, естественно, не претендую на этот выигрыш А счет становится 4-3 Ну, спокойно, спокойно Шанс есть, возвращаемся Смена состава происходит Восьмой раунд Господин ведущий, вы удивились, почему я попросил с нами сыграть Виктора Зарецкого Я просто напомню, что сегодня мы отмечаем 45-летие передачи Так вот в самой первой команде, которая села за стол что где когда Был Виктор Зарецкий Да я это знаю, я просто А мы, господин Юрьевич, а мы помним, что вы были один, были первые, кто прислал туда вопрос Так я продолжаю, видите Передаю огонь Итак Прошу Омск Против вас играет Игорь Петраков из Омска Внимание, вопрос Что Владимир Набоков называл кружевным колесом или колесом солнца Снежинка по-квою-нибудь Солнце Не похоже То есть это что-то яркое, оно круглое Что-то из тонких узоров При этом это какие-то резные вещи в нем существуют Может быть радугу Может быть это какой-то народный промысел Оно это не далеком все-таки от народных промысел Русский язык А крыло бабочки Что-то на просвет, что дают узоры О, да А, слушайте, акридоскоп А, хорошо, хорошо Пулесо солнца, его крутишь, а там узоры появляются Ну, что-то круглое с узорами, связанное с солнцем, это калейдоскоп Возможно, так Набоков говорил именно про него А теперь, внимание, правильный ответ Вы что-то сказали в такой на просвет, да? Ага Что-то на просвет Да, на просвет узора Кружевное колесо или колесо солнца Так Владимир Набоков сказал о паутине Паутина Колесо солнца 4-4 Смена состава А 100 тысяч рублей получит Игорь Петраков из Омска Девятый раунд Сейчас надо будет работать Работать, работа проводить, давайте Раз, два, три РАЗ! Итак, господин Белозеров Вашей команде, чтобы победить в этой игре, больше проигрывать нельзя Проиграете, на победу смогут претендовать только ваши соперники, команда Виктора Сиднева, либо команда телезрителей Так что, вам нужно ответить, чтобы победить, нужно ответить на два вопроса подряд И у вас будет вопрос из Кастаная Давайте, 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 давайте Против вас играет предприниматель Сергей Смоленюк, город Кастанай, Казахстан Внимание, ложка и перо Уважаемые знатоки У Рене Магрита Есть две картины На одной из них В правой части Изображена ложка А на картине Воспоминания о путешествии Перо Правда, предметы эти Изображены гигантскими А левые части этих картин Практически не отличаются Внимание, вопрос Что на них изображено? Яйцо, ребят Это другая картина Смотрите, скорее всего Берешь и с одной и той же стороны К ним что-то приделываешь Такое одинаковое Словно говоря, свою голову Воспоминания о путешествии Лодка Похоже ведь на рисо, ребят Гондола А, на весло похоже, это очень хорошо Оба похожи на весло, да? Оба похожи на весло, да? Гондолы и что дальше? Это очень красиво А первая, как называлась первая картина? Не сказали А вот разуминания Если оно весло, то оно будет гигантским Да, это хорошо Ложка, например, это весло Крыло еще мог А, стоп, крыло самолета? Крыло самолета, да? Нет, левая часть одинаковая Левая часть одинаковая, нам сказали Ложка больше похожа на весло Согласен И что тогда слева? Что еще это похоже? Лодка А на второй тоже лодка? Тоже самое, тискалярную часть А, это как парус может быть? Да Да, похоже Ну или как-то иначе Не в правой часть Итак, слева лодка, там сразу без лодки Слева Что это такое? Лодка Она спрашивает, что есть, да? Да Она спрашивает Либо ешь что-то, либо пить Воспринимаемое путешествие Итак Я отвечу, господин ведущий Да, да, прошу Можно мне это предмет, пожалуйста Вот мы полагаем, что, значит, ложка может быть похожа на весло И, соответственно, слева на обеих этих картинах у нас лодка Лодка, каждый из которых по веслу А вы видели... Нет, 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 я сказал, что ложка похожа на весло, господин ведущий Ложка похожа на весло, а перо? Ну, например, хотя она спрашивает, что слева, да? Я говорю, что слева лодка, но если вы спрашиваете, на что похоже перо, что... Нет, нет, я не спрашиваю Просто что общего между пером и ложкой в вашем ответе? Ну, ложка похожа на одну снасть для управления судном, а перо, возможно, на другую Понятно А вы помните, как вам выносили предметы? Обратили внимание, как их держал распорядитель? Что ложку вверх, а перо почему-то вниз Вот так, да Ну, внимание, правильный ответ Гигантскую ложку и гигантское перо Магрит использовал Посмотрите Сейчас вам вынесут картину В качестве подборки К Пизанской башне 5-4 в пользу телезрителей Смена состава Спасибо за игру, все молодцы Госпожа Авдеенко Госпожа Авдеенко, я так понимаю, что вы благодарите Равшана Асферова и Андрея Козлова за то, что они поучаствовали в 13 секторе Нет, господин ведущий Гинка попросила меня, как представителя защитников интереса знатоков спросить Правильно ли мы понимаем, что это было 45, это 45-я годовщина Так, 4-5, да Ну, 4-5, 45 А второе, что сейчас клуб, несмотря на особые условия 13 сектора, имеет право оказать помощь команде Конечно, конечно может 100 тысяч рублей получит Сергей Смоленев, город Кастанай Десятый раунд Господин Авдеенко, так случилось, Дмитрий, что вы впервые принимаете участие в игре двух команд Какие у вас ощущения? Вы никогда не играли? Никогда не играл Ну и что вы можете сказать? Слушайте, это на самом деле очень необычно К сожалению, такой банальный ответ, но... Знаете, в таких играх огромное значение имеет, кому какой вопрос достанется Вот я помню, господин Сиднев пять лет назад играл против команды Олеси Мухина Восемь раундов играла команда Сиднева, а два раза команда Мухина Они так выходили, 13 сектор, проиграли, ушли Еще раз сели, блиц, встали, ушли А команда Сиднева играла Миас Миас, счет 5-4 в пользу телезрителей Против вас играет архитектор Александрина Сороковых Город Миас, Челябинская область Веками японцы пользуются своими традиционными садами В них можно встретить несколько видов каменных фонарей В том числе и этот Посмотрите на экран С широкой крышей Внимание, вопрос Когда японцы особенно любят смотреть на такие фонари? Когда дождь Например, он как зонтик, получается дождь и туда кто-то Стекают вот эти Знаете, мне кажется, что он же подогревает То есть там же огонь-то внутри, наверное Ну да То есть это еще парелка, которая Может, когда холодно просто И что, они любят смотреть? Подогреть руки пари Когда они любят смотреть То есть когда снег идет, когда дождь идет Ночь, день Мне очень нравится идея с тем, что холодно И это еще приятно смотреть Любой фонарь холодный Любой фонарь Да, тут у этого фонаря особенность широкая крыша То есть он как зонтик Дождь Дождь, да И, например, какие-то животные там могут собираться Да Да Если туда набливается дождь, то получается водопад Это очень красиво Это и мы поднимемся Дождь Зонтиком таким Да, а вот тогда действительно Не просто фонарь еще струй Дождь, надо брать помощь Думаешь Надо брать, потому что если мы неправильно, то Ну, смотрите, нету ответа Рудь Я понимаю, лучше дождать Хорошо, мы просим помощь клуба Господин Павел Помощь клуба Повторите вопрос, пожалуйста Так Так Веками японцы любуются своими традиционными садами Их можно встретить несколько видов каменных фонарей В том числе и этот С широкой плоской крышей Когда японцы особенно любят смотреть на такие фонари Послушай Так У нас тоже версия, что дождь Есть версия простой Ну, сакура не в садах она растет все-таки Есть еще такой Птицы После начальки, то есть когда течет Да, то есть Еще версия, что после дождя там как птицы прилетают по везде Да Итак Господин Сидниев У вас есть сэкономленная минута, по-моему Игра света Откуда сюда? А, нет, извините У нас нету Но минута в кредит у вас есть Например Нет Ну что, по-моему Зачем? Зачем? Кроме дождя все равно ничего не будет Пока ничего нет Хорошо, господин Ну, давайте я отвечу Давайте, Виктор Вот, давайте так Я Знаю Что вы собираетесь отвечать Так И предлагаете взять минуту И предлагаю вам Чуть-чуть Подумать И ответить Или Взять дополнительную минуту Хорошо Берем дополнительную минуту А, просим Просим Что? Мы просим Мы просим Господин Аскер Знатоки просят минуту в кредит Вы готовы им предоставить? Я не могу отказать Ни в коем случае Не пройдите Сейчас я решаю Ваши Поэтому я не могу отказать Итак, господин Синьев Да Вот направление правильное Но Вы никто Да Да Прошу Минуту Минуту А Ну вот смотрите После дождя хорошо Не во время дождя Потому что там Если вода собирается Действительно может быть Прилетают птицы воду пить Да То есть это такое Объединение Живой и неживой Как-то во время дождя Любоваться Дождь идет Фонарь Когда идет дождь Наполняется крышей Идет водопад И там получается Не дождь Во время дождя Вот после дождя Это не во время дождя Во время дождя Они не ходят в сад Это что-то визуальное должно быть Что это может быть Живоваться во время дождя Чтобы никто не будет ходить Не обязательно А что птиц 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 Тогда надо выбрать Там есть место Чтобы скапливалась вода Оно стекает Должно стекать сразу Так еще Ребят Версии Слушайте А бамбук Если там капает И бамбуковые трубки Звук издает Да там конечно Есть место То есть если Вода Вода стучит По бамбуку Но это все равно во время дождя Тогда Ну Нам чуть-чуть чего-то не хватало С холодом Давайте продумаем Немного Потому что во время дождя Я не люблю Итак Кто будет отвечать? А что если это снегопад? А потом дождь кончился? Тишина Послушайте Что вы как Вот последнюю фразу Послушайте И отвечайте Снегопад еще Господин Сиднеев Пора отвечать Что делать? Оксана будет отвечать Оксана Петровенко Ну Нам кажется что Японцы любят Сочетание всех стихий Им нужно Наслаждаться Природой Во всех ее Проявлениях Поэтому Вот Фонарь Это огонь И Зимой Выпадает Снег Он Ложится На теплую крышу И И Тает Образуется Вода И Слетаются Птицы Которые Будут Остановиться Остановиться А теперь Внимание Правильный ответ Господин Сиднеев Ну я и так И этак Ну почти дождь Только в другое Время года У этих фонари Необычная крыша На ней задерживается Посмотрите Снег Японцы любят Смотреть на такие фонари После снегопада Так и с концом 5-5 5-5 Да нет Я не про то Я про Да Александр сороковых Получит 100 тысяч рублей От банка ВТБ 11 раунд Ну что ж такое Дождь назвали Одно снега Ну Да срочно надо отвечать Да Сейчас вам придется Отвечать сразу На вопрос Не сразу А без обсуждения Без обсуждения Оксана Как вы догадались Господин Друзь Господин Друзь Вы пока не Оксана Оксана Как вы догадались Знаете То что я сегодня играю Это был шок И я понимаю Что это я очень давно не играла Мне кажется Это был просто вот подарок Который сделали Мои старые Товарищи Которые когда-то играли вместе со мной И мне очень-очень хотелось Что-то сделать для игры Ставрополь Ставрополь Мой вопрос не актуально Я думаю Что делать с Блицом Против вас играет Менеджер Александр Акулов Город Ставрополь Слушайте внимательно слова Это было нечто С огоньком И неисчерпаемой фантазией С напряженной Драматургией Там было все Широкомасштабное Танковое сражение Встревоженная Ночной грозой Птицы ферма Финальный матч чемпионата по футболу Брачный дуэт Кошелотов Шепот Робкое дыхание Ах Это было волшебно Можете мне поверить Внимание вопрос Что так описал Публицист Лев Рубинштейн Кто отвечает Можно еще раз повторить вопрос Так Что описал Лев Рубинштейн Хорошо Отвечает Оксана Извините Два раза вряд ли получится Но мне кажется Это настройка оркестра А теперь Внимание Правильный ответ Аплодисменты Вы думаете Господин Левин И госпожа Семенова По-моему Вы как-то пытались намекнуть Какая у вас версия Лев Рубинштейн ее убил Что что? Лев Рубинштейн ее убил Просто это другая есть фраза такая же А аплодисменты мы думали Ну это все Ну за минуту конечно тяжело Без минуты Без минуты Без минуты, да Господин Синий Ну дело в том, что Лев Рубинштейн Когда гостил у любимой тети Так описал ее Что? Кто это сказал? Кто сказал храп? Храп Кто сказал? Так описал храп Там есть и Вы слушайте Там и громкие ноты И шепот И робкое дыхание Ну, без минуты тяжело 6-5 в пользу телезрителей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, в этой игре победу одержали телезрители Вот их имена Людмила Кисатулина Вопрос о занавесах Мария Родобольская Вопрос о мышах Игорь Петраков Вопрос о паутине Сергей Смоленюк Вопрос о Пизанской башне И Александр Акулов Вопрос о графе Каждый получит 100 тысяч рублей от банка ВТБ Уважаемые телезрители Через неделю 29 ноября начнется Зимняя серия Состоится первая игра Зимней серии А эта игра закончена Спасибо всем за игру Господин Синьев Ну, надо было, конечно, вот Сэкономить бы Без минуты Вот если бы вы Снег бы раньше придумали Я думаю, что вы бы за минуту с этим справились А сейчас на первом канале Четвертая серия Психологического триллера Метод 2